Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы продолжаем наш блог про обработку в стоп-моушене. И я хочу поговорить о проблеме, с которой сталкивается 99% стоп-моушен аниматоров. А именно, как замазать проволоку, которая крепится к персонажу или предмету в зависимости от того, что анимируется. Это может быть не только проволока, но и какой-то каркас, держатель, установка, да и вообще что угодно лишнее в кадре, что вам бы хотелось из него убрать. Решением здесь является так называемая маска. Маска в видеоредакторе позволяет создать как бы новый слой поверх основной видеодорожки, причем какой-то определенной неправильной формы. И как раз это позволяет замазать, например, проволоку. Во-первых, здесь напрашивается вывод о том, что еще во время самой анимации нам обязательно нужно сделать фотографию как бы пустую, то есть где не будет наших персонажей, а будет только фон, чтобы потом использовать ее как раз для создания маски. Если у вас не оказалось такой фотографии и уже поздно что-то переделывать, то попробуйте найти то фото, где нет как минимум вот в этом сегменте фотографии той проволоки, в которую вы хотите замазать. Или можете взять какой-то кадр, замазать ее в фотошопе на единичном кадре, а потом использовать его как маску для всего видеокусочка. Но лучше все-таки озаботиться заранее, еще во время процесса съемки, чтобы у вас была пустая фотография. Ну что ж, давайте теперь переходить к делу. Как вообще эта маска создается? Сразу скажу, что мой способ не является каким-то самым правильным или самым простым, но это просто тот способ, которым я сама пользовалась. А я использовала для этого встроенную в Final Cut Pro, это видеоредактор, которым я пользуюсь, встроенную функцию маски. В Final Cut Pro эта функция располагается вот прям в отдельном разделе, который называется маскс, то есть маски. Вот один из примеров, где я это использовала. Здесь у меня персонаж идет, и периодически вот из-за деревьев видится проволока, которая, она прикреплена к моей там установке. Кстати, иногда ее приходится кривыми корректировать там по яркости, но в общем ничего страшного. Главное вот смотреть, чтобы с фоном она сливалась. Ну и в общем вот так вот беру, покадрово перетаскиваю эти точки, которые ограничивают маску. Сама маска у меня это как раз пустая фотография, то есть когда я сняла эту ходьбу, я просто убрала куклу, ну там, приподняла, сделал фотографию. Все, можно использовать в постобработке. Ну, в общем, да, достаточно геморренно, конечно, так покадрово это все делать, но зато интуитивно, и не нужно никуда за пределы своего видеоредактора вылезать. И вот что получилось. То есть не видно никакой проволоки, как будто бы сама по себе идет. Вот так вот она выглядит вместе с проволокой, без маски. Видите, вот она вылезает. И вот так уже после обработки. Следующий пример. Здесь не совсем проволока, здесь скорее вот в волосах такая дыра появилась из-за того, что там была проволока, и я тоже это исправила маской. Здесь я не делала никакого специального кадра, я просто переместила как бы уже имеющийся кадр, просто увеличенный так, чтобы там было много вот этих ее черных волос, с которыми я могла замазать эту дыру. Следующий пример вообще не связан с проволокой, а связан с тенью, которая у меня была здесь от руки, потому что я снимала как бы свою собственную руку в стоп-моушене, и я перемещалась, мне было не очень удобно там, и в общем моя тень оставалась. Вот ее надо было замазать. И соответственно, я тоже просто взяла кадр, где этой тени нет, сделала маску, чтобы она огибала каждый раз эту руку, и получилась такая вот анимация уже без этой идиотской тени. Вообще вот этот момент, он достаточно заковыристый, потому что я снимала с одного ракурса отдельно вот свою руку, которая идет, и отдельно девушку, которая вот делает взмах руками. А потом с помощью маски соединила две эти анимации. Возможно, я могла это сделать попроще с помощью хромакея, но я сделала так. Было довольно гейморно, потому что очень сложная форма у вот этой девушки на диване, и так как это все покадрово надо изменять, было сложновато, но тем не менее получилось. Зато не было никакого зеленого отблеска и разницы в освещении, в общем. Как получилось, так получилось. Главное, что сработало. Вот и все, что я хотела вам сегодня продемонстрировать. Все примеры применения маски с помощью Final Cut Pro. Как я и сказала, это не самый простой способ. Есть какие-то отдельные программы, где более удобно делают маски. Я с этим еще не разбиралась, я не умею в них работать. Но, может быть, этот туториал тоже будет кому-то полезен, так как это уже внутри самого видеоредактора, где вы и сам мультфильм монтируете, и не нужно никаких новых программ осваивать. Надеюсь, данное видео было вам полезно, и вы узнали что-то новое. Если это так, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии, мне будет очень приятно. Ну а на этом все, удачи вам в творчестве, до встречи в следующих видео, и всем пока-пока!